Когда вы научитесь управлять самым собой, даже собственным сном, когда вы можете высыпаться за 5-6 часов, или можете за 15 минут восстанавливаться, погружаясь в глубокий сон, это один из элементов управления состоянием. А после этого вы можете просто управлять своей болью. Все физические нагрузки, даже перегрузки, которые им дают, когда им должен преодолевать сам себя, это тоже формирует человека. То есть, ну, раньше всегда говорили, волевую сферу. То есть управление своим состоянием и своим поведением. Так идет подготовка психологическая. Но есть направленное. Запихнуть человека в его нештатную ситуацию. Многие боятся прыжков с парашютом. Многие ведь. Почему? Боятся высоты. Сформированный страх боязни высоты еще в детстве. Он уходит как-то далеко. Вот я боюсь высоты, я боюсь глубины, я боюсь замкнутых пространств. Если человек преодолевает, у него этот комплекс пропадает. Агрессия, она порождает состояние дискомфорта внутреннего. Человек, который внутренне несет жестокость, он быстрее, как личность, деградирует. Он должен быть направлен на выполнение определенного задания и долга. Во имя чего? Просто так убийство кого-то никогда не проходит. Оно так и остается за этим человеком. Но если он знает, ради чего он делает, у него это так болезненно не будет. Оно так болезненно не будет. Продолжение следует...